Привет, друзья! Вот буквально за 5 минут я должен сейчас сделать короткий контент с большим подарком для вас. Да-да-да-да. Вот посмотрите, как интересно. Мне написали всякие спиннеры и прочие залипательные штуковины для долгого занятия пальцев рук. У них общее название Fidget. Насколько я понял, это Finger plus Gadget. Вот я и подумал, я люблю залипать на кручение подшипника. Является ли это залипание состоянием тем пунктом прибытия в ноль, который вы упоминаете в роликах? Это написал Нотариту. По-моему, так у меня тут плохо видно. Извините, если не так, вы там напишите правильно. Хорошо? Мы же друзья. Итак, я лично люблю в одном маленьком контенте давать сразу несколько контентов. Ну, такой у меня стиль мышления. Поэтому вы сейчас увидите, услышите. Очень интересно. Ну, я думаю, поскольку и Чехсен Михаи, мой любимый психолог и великий, говорил, что и многие говорили психологи, что внимание заточено, внимание так, что не может держать в своем поле одновременно много объектов. Потому что либо оно фокусируется, либо рассеивается. И когда ты как бы уже и не связан с этими объектами, а как бы одновременно и участником события, и его свидетелем. Ну, вы послушайте. Смотрите, я вам, как сейчас скажу. Улыбка украшает не только лицо, но и мир. Да, всегда радуйтесь. И если нет причин для радости, начинайте радоваться, и причины найдутся. Ну, потому что есть обратные связи между состоянием и восприятием и так далее. И вот вопрос. Как быть одновременно легким, свободным и в то же время сосредоточенным, мобилизованным, полным энергией? Мы привыкли понимать, что зомби – это плохо. И что зомбировать – это нехорошо. А зомби – это ведь автомат, рефлекс бездумный. Например, мы сами зомбируем детей, учим чистить зубы каждый раз. Да, и говорят спасибо. Да, мы же это, как говорится, вырабатываем у них навыки автоматически, чтобы они это делали, не задумываясь. Да, тоже зомбирование, правда же? И говорим всякие правила и мудрости, чтобы они были готовы к жизни. Например, говорим, всегда готовься к худшему, если хочешь, чтобы было всегда хорошо. Готовься к худшему, ну, чтобы потом не шокироваться, а быть подготовленным. Да, ну, мы же поэтому даем им образование, делимся опытом. Вот сейчас я подскажу, как себя зомбировать на всякий случай опасностей и неожиданностей. Сейчас мы будем вырабатывать защитные навыки, которые помогают не погружаться в пучину, а иметь силы идти против ветра. Ну, это метафора у меня такая. Это действия физически-ментальные. Начнем с ментальных. Во-первых, мы насчет ментальных говорили, что скоро будет у нас вебинар с Романом Газенко, который психолингвист, и у него много-много-много опыта, много достижений. Я об этом делал ролик. Кто не видел, посмотрите у меня на YouTube-канале. Так, мы будем говорить о ментальных там, а есть еще и физические, а есть еще и психофизиологические. Вот метод ключа, это как раз-таки соединение психических, как сказать, ну, даже не знаю, но психические, психофизиологические и телесные. Ну, все вместе согласовано. Ключ – это согласователь, который обеспечивает целостность ума, эмоции, эмоции, тело, это все вместе. Душа – это целостность, да. Ну, давайте дальше. Итак, вот что я вам хочу подарить. Я сейчас делаю большой подарок, между прочим. Вот это состояние нуля, мы его каждый раз испытывали, ну, и в детстве испытывали, и так далее. Вот давайте мы его сейчас, чтобы потом в любой момент, когда вам плохо, могли мгновенно вспомнить, и сразу вам станет легко. Чтобы мы могли это вспоминать в любой трудной ситуации. Если, ну, например, проснулись с тяжелым сердцем, с тяжелым состоянием, или там вас ждет какая-то неприятность, и вы не знаете, что делать, и как быть, и вот какая-то, может быть, неопределенность, неизвестность, и выход над пропастью, или проблема какая-то висит нерешаемая, как домоклов меч. Ну, вот чтобы в любой момент жизни вы могли это вспомнить, вот то, что мы сейчас будем делать, и сразу станет легче. И вы решите проблемы лучше, да, раз, чем решали раньше. Вот послушайте. Чтобы мы могли это вспоминать, то, что мы сейчас будем делать, и закреплять это в памяти. То есть, сами себе, условно говоря, метафоры зомбировать, чтобы автоматически это получалось, облегчение. Чтобы мы одновременно были легкие, свободные, и в то же время мобилизованные, чтобы могли решать вопросы. Смотрите. Я буду перечислять сейчас строчки. И вы будете потом добавлять свои, чтобы мы могли получше, объемнее, понятнее для каждого объяснить это состояние. Когда мы одновременно и участник события, и его свидетель. С чего я начал в начале? Когда человек, допустим, крутит подшипник, или когда на свечу смотрит, он одновременно участник и свидетель, кто из текущих процессов. Он как бы выходит из задачи и наблюдает как бы со стороны. То есть, он одновременно и задействован, и одновременно выше этого стоит. И вот эта высота человеческая, это когда он умеет это делать сознательно, по своей воле. Отстраняться эмоционально, дистанцироваться от того, о чем он думает и переживает. Это же по существу теорема Гёделя. Выйти из задачи, чтобы посмотреть со стороны и решить ее. Итак, описываем это состояние. И все записывайте это состояние. Это наша работа, которая нас укрепит в будущем. Да, записывайте. Вот я, например, записал еще раз. Тебе тепло и хорошо, и никому ты ничего не должен. И завтра будет хорошо, и послезавтра тоже. И боли нет нигде. И ни в душе, ни в теле. Свободно от зажимов душа и тела. И времени вагон. И даже бесконечность. Спешить не нужно никуда. Тебя никто и не торопит. В тебе приятная среда естественности тоже. Как в детстве чудная одна, Когда в тебе нет ни греха, И обязательств тоже. Кругом сплошная чистота. Мечтаешь о чем хочешь. И не висит над головой какая-нибудь беда. А сколько есть, а только есть, Что ты живой и радостный на свете, И совесть чистая твоя, И разум чистый, и сердце. Покой души в активной фазе, Светлый ум и силы прытьи. Ты можешь все, ты можешь сразу. Ты всем докажешь, Ты до звезды рукой достанешь И людям счастье подаришь. Лишь потому, что это ты. Красивый, сильный, способный. Всегда таким быть можешь ты. Не забывай, что в этом правда. Запомни раз и навсегда, Когда встаешь от сна и засыпаешь, Ты повтори себе тогда. Вот это повтори себе, Что ты... Ну, давай нулевое состояние дополняем. То есть, ты никому ничего не должен. Ты любишь жизнь. Естественность. Так. Мысли безоблачные. Нет проблем. Ну-ну. Нет грехов. Ты свободен. Ты чист. Ты не мучаешься совестью. Ну, пишите, 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 Добавляйте, 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 добавляйте Целый список слов, Чтобы мы выпукло рассказали, Что же это за состояние такое нулевое, Когда мы одновременно и участник события, И его свидетель. Эмоционально дистанцированы От того, что у нас внутри, От всех проблем. И в то же время Мы находимся В состоянии творческом. То есть, вот как соединить Вот это янь и инь, Как соединить в этот момент, Как выйти из Рутинных обстоятельств И гипноза, стресса На свободный На свободный ум, На свободный разум И чистое сердце. Как выйти в это состояние? Как выйти туда? Вот напишите это Естественное состояние. Нашего детства. Опишите. И этим самым мы развиваем Навык Получать эту энергию. Потому что в детстве У нас полнота сил. Поэтому мы в детстве И играли все время. До встречи. До следующего ролика. Там тоже поработаем. Мы обеспечиваем сейчас Себе наше Собственное будущее.